Многоголосие Олимпийского хора, который споет на закрытии игр Сочи-2014, могут зазвучать и голоса ивановцев. Во Дворце детского творчества состоялось прослушивание юных талантов. Лучшие сначала отправятся на репетиции в Санкт-Петербург, а затем и в столицу Олимпийских игр. Что именно исполнит сводный детский хор на церемонии закрытия – строжайшая тайна. Впрочем, такой же секретной является информация о том, кто будет удостоен чести попасть в Тысячный хор под руководством народного артиста Валерия Гергева. Специальные комиссии, созданные в каждом регионе страны, до 1 ноября должны послушать и отобрать наиболее талантливых мальчиков и девочек. Они подготовили по два произведения, каждый, споют их, причем будут петь акапелла без сопровождения, потому что тут проверяется частота интонации. Дальше они будут петь незнакомые номера с альфеджио, потому что нужно будет быстро выучить много произведений, а если он не умеет читать с листа, значит это не подходит. Критерии отбора жесткие. Во-первых, существуют ограничения по возрасту. Не младше 9 лет и не старше 14. Обязательным является опыт пения в хоре. Высокие требования предъявляются к тембру голоса и диапазону. У дисконтов должен быть обязательно вверху соль, ля бимон ля, у альто внизу соль, малые октавы, диапазон обязательно, тембр, голос очень важный. А самое на первом месте это частота интонации. Частота интонации это как чисто, правильно звучит голос, точно. Каждый ребенок должен принести справку о здоровом певческом голосе от врача-фуниатора, потому что связкам предстоит выдержать большие нагрузки. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя, святое Господи. В прослушивании приняли участие 20 ребят. В основном это дети из хоровой капеллы под управлением Александра Жуковского. Почти все музыкальные школы проигнорировали приглашение принять участие во дворочном туре. Таланты, конечно, есть. И задача их выявить, их обнаружить и не пропустить, что называется. Могу сказать, что, к сожалению, очень немногие откликнулись. Из музыкальной школы, как я знаю, всего одна будет представлена нашего города. Это печально. Я не говорю уже об области. Из области вообще никого. Поэтому, что называется, выбор невелик. Но, слава Богу, есть капелла мальчиков. И как бы у нас есть школа, которая может представить лицо региона. Воспитанники Александра Жуковского, несмотря на свой юный возраст, имеют большой опыт. Илья Дзвинко занимается в хоровой капелле почти 7 лет. И, конечно, мечтает поехать в Сочи. Давно готовились, знали об отборе. Много кто хотел, отбирали лучших. А вот сейчас уже на этом отборе лучших из лучших могут отбирать. Мне кажется, всем хочется попасть. Это грандиозные события в жизни вообще всего мира. По итогам прослушивания комиссия выберет 10 человек. Такова квота на Ивановскую область. Еще трое ребят окажутся в резерве. На случай, если кто-то вдруг заболеет и не сможет поехать.